Здравствуйте, дорогие телезрители, и добро пожаловать на программу Церковь Ковчег. Сема нашей программы сегодня звучит так «Приободрись, Бог с тобою». Всем нам известно, что слова дорогих нам друзей или родственников могут поднять наш дух. А сейчас представьте себе, насколько эффективнее это может сделать Слово Божие. Оно дает нам утешение и уверенность в безвыходных ситуациях. Именно это и испытал апостол Павел в отрывке, который мы будем сегодня обсуждать. Хочу поприветствовать моих коллег, с которыми мы сегодня поговорим об этом в нашей студии. Это пасторы Энди Мертен и Вольфган Квеггерт. Мы продолжаем нашу серию проповедей, посвященных деяниям святых апостолов, и добрались уже до 23 главы. Я вкратце напомню всем, на чем мы остановились в прошлый раз. Мы оставили Павла в Иерусалиме, когда его схватили. Причина заключалась в том, что люди в храме узнали его, и разгневанные иудеи хотели его линчевать. Но незадолго до того, как это чуть не произошло, пришли римляне, спасли его от народного гнева и отвели в крепость Антония, располагавшуюся неподалеку от храма, где находилась их казарма. И вот римский тысячоначальник оказался перед вопросом, что мне делать с этим арестованным. Чтобы выяснить, в чем же иудеи его обвиняли, апостола Павла, этот тысячоначальник созвал Синедрион, Верховный суд Иудеев. Я прочту вам о том, что говорил апостол Павел, когда отвечал перед Синедрионом. Сначала я прочту вам стихи с 1 по 11, и потом уже мы подробно все обсудим. Итак, Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до сего самого дня». Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Первосвященника Божия поносишь?» Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Когда же он сказал это? Произошла расприя между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукея говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав книжники фарисейской стороны, спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке». Если же дух или ангел говорил ему, «Не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и время». Весьма замечательные и ободряющие слова. Здесь Бог говорил с апостолом напрямую, обращаясь лично к нему. Он предал ему мужество. Он послал ему мудрости, а также уверенности. Итак, сейчас я хочу обратиться к нашим драгоценным гостям, и первым попрошу прокомментировать себя. Энди, как же именно Бог предал Павлу мужество? «Да, теперь Павел стал пленником римлян, он мог рассчитывать только на свои силы. Для него это было не так просто, ведь ему грозила смерть. Но в другом месте Библии он написал, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Это указывает на то, что Павел знал, что он абсолютно уверен в своем Боге, что его ободрили. Потому что он знал, что Бог с ним». Довольно интересная деталь заключается в том, что он оказался один перед Сенедрионом. Можно провести аналогию с тем, как Мартин Лютер оказался перед императором. Я не могу не упомянуть об этом. И на удивление Павел взял инициативу в свои руки и говорил перед Сенедрионом и первосвященникам, высоко подняв голову. Другой интересной деталью является то, как он поприветствовал Сенедрион. Он сделал это довольно нетипично. Мы можем прочесть обычное приветствие Сенедриона в 8 стихе, в 4 главе. Там оно звучит так. «Начальники народа и старейшины израильские». Но Павел заговорил с ними не так. Вместо этого он обратился к ним такими словами. «Мужи, братья». Тем самым он поставил себя в один ряд с ними. Да, конечно, он сам был из фарисеев. Эти люди раньше были его коллегами. Он учился с ними и сидел у ног знаменитого профессора Гамалиила. Итак, когда-то он был с ними, но в нашем отрывке говорилось о том, что Павел устремил свой взгляд на Сенедрион. А если дословно перевести оригинальный греческий текст, то получится примерно так. Он уставился на них. Он внимательно смотрел на членов Сенедриона. Все указывает на то, что он совсем не боялся и не был сдержанным. Он прекрасно знал, кем он был во Христе, и поэтому он мужественно вышел вперед и предстал перед Сенедрионом. Разумеется, Сенедриону совершенно не понравилось, что Павел назвал их братьями. Также им не понравилась еще одна вещь, и это стало для них практически оскорблением. Этой вещью были следующие слова Павла. «Я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня». Но это вовсе не указывает на то, что Павел не осознавал своей вины. Однажды он сказал, что он величайший грешник из всех. Но тем самым он говорил, «У меня чистая совесть. Я прожил всю свою жизнь в меру своих знаний и убеждений». Да, он устраивал гонения на христиан. Тогда для него это была опасная секта. Собственно, можно сказать, что он считал, что весь этот процесс на самом деле не был нужен. Он говорил, «Что вы со мной делаете и зачем? Я же не виновен». Именно с такими словами он стоял перед Сенедрионом. Первое, что сделал первосвященник после вступительного слова Павла, так это приказал начать бить Павла по устам. Это тоже стало своего рода вступительным словом. Разве я не прав? Он приказал сделать так, чтобы Павел замолчал. Но как же отреагировал на это сам апостол Павел? Да, здесь мы видим природу людей. Один из этих людей – это Павел, которого спас Бог. Это уже больше не Савл. Это Павел. И все же он всего лишь человек. Однажды он сказал, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». И то, что происходит в нашем сегодняшнем отрывке, немного связано с этими словами. Павел не хотел мириться с тем, что его хотели побить. А вот почему он сразу же сказал первосвященнику в ответ, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». Пожалуй, я бы не смог так же четко и емко выразиться, «Ты сидишь, чтобы судить по законам, и вопреки закону велишь бить меня». Итак, в этом месте Павел подобрал довольно емкое выражение и назвал первосвященника стеной подбеленной. И тут, естественно, стоит задать вопрос, а допустимо ли вообще, чтобы Божье Дитя говорилось таким органом власти, как Синедрион, такими словами. Я считаю, что на этот вопрос можно ответить и «да» и «нет». С одной стороны, нам следует ответить на него «да», а с другой «нет». «Да», ответил бы я, ибо об христиан не должны вытирать ноги все, кто не попаден. Христиане не должны мириться со всеми несправедливостями, ведь они выступают за правду и справедливость. Они обречают вещи, которые не в порядке, и прямым текстом говорят правду. Но в этой ситуации Павел действительно поступает не по-христиански. Здесь очень к месту вспомнить слова, сказанные однажды Иисусом, ударившему тебя по щеке, подставь и другую. Сказав это, Иисус имел в виду не то, что при каждой провокации несправедливости, которая случается с нами, мы должны вести себя, как ни в чем не бывало, да еще и говорить, сделай еще раз какую-нибудь гадость и несправедливость по отношению ко мне. Сделай мне еще раз что-нибудь плохое. Нет. Ведь и сам Иисус, когда слуга первосвященника ударил его во время допроса, вы помните это место, он тоже спросил, что ты бьешь меня, или за что ты меня бьешь. И вот еще один интересный факт про Павла. Когда он и силы были освобождены из темницы Филиппах, воеводы собирались тихо и втайне ото всех освободить Павла после этого разрушительного землетрясения. Они решили, давайте освободим его, чтобы не случилось ничего плохого. Его и так хорошо поколотили. И тогда Павел сказал, нет, ни за что. Я не позволю, чтобы меня тайно высылали. Он сказал им, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу. А теперь тайно выпускают. Нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. Итак, Павел и Сила сослались на свое римское гражданство. И другие христиане тоже имеют право на подобные поступки. И мне кажется, что мы сегодня рассматриваем подобную ситуацию. Мы прочли о том, как Павел сказал, дорогие члены Сенедриона, то, что вы предлагаете меня побить, это ненормально. Давайте сейчас опустим емкую, резкую фразу Павла про побеленную стену. В любом случае, я считаю, что апостол Павел был мужественным и сильным человеком. В слабости его точно не упрекнешь. Кстати, и Иисус в Евангелии от Матфея говорил о фарисеях, что они подобны окрашенным гробам. Снаружи выглядят шикарно, а внутри только мертвые кости. То есть, Павел разделял мнение Иисуса. Иисус тоже говорил подобное. Но я соглашусь, что тут, конечно, возникает вопрос, а нормально ли вообще, что Павел говорит так перед Синедрионом. Как вы думаете? Как ты уже сказал, и да, и нет. Разумеется, ему следовало отреагировать на эти слова по-другому. Он и сам это чуть позже осознал, когда ему сказали «Первосвященника Божия поносишь». Он задумался о своих словах. Он знал, что ему следовало встретить власть, назначенную Богом, то есть первосвященника, не так, как он только что сделал. И поэтому далее он говорит «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано начальствующего в народе твоем не злословь». То есть Павел тут же признает свой проступок. Я считаю, что это очень хорошо. Также заслуживает уважение и то, что он не начинает оправдываться и не унижает себя, но признает «Да, я поступил неправильно, мне очень жаль, извините». Он даже просит прощения. Я хочу сказать, что это не единственный случай в Библии, когда кто-то признает чью-то власть. Давайте вспомним Давида и Саула. Это тоже очень интересная история. Давид был помазанником Божьим, и поэтому его не любил царь Саул. Из-за этого Давиду пришлось скрываться, но он испытывал к Саулу большое уважение. Это еще один пример уважения власти. Ко всей этой истории стоит добавить и то, что Павел мог просто не знать первосвященника. Этим предположением я не собираюсь сейчас полностью оправдывать Павла, потому что его слова были довольно резкими. По всей видимости, этот первосвященник не был облачен в свою официальную одежду, поэтому Павел и не знал, кто перед ним стоит. Ведь он давно не был в этих краях и не знал, кто, кем является конкретно в этом месте. Не говоря уже о том, Энди, что Павел к тому времени уже плохо видел. Да, это тоже сыграло свою роль. Возможно, он просто не разглядел, что говорит именно с первосвященником. Да, вполне может быть. Мы обратили внимание на то, что он внимательно рассматривал Синедрион. Возможно, как раз поэтому. Кто знает. В любом случае, мы с вами можем извлечь для себя урок из этой истории. Если мы замечаем, что перегнули палку, возможно, в разговоре с начальством или с каким-то представителем власти, тогда мы тоже должны быть готовы быстро извиниться и все исправиться. Мне кажется, в таких случаях нужно извиниться. Так же, как и Давид, написавший в одном из своих псалмов прекрасные слова «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Итак, Павел отступает немного назад и говорит «Я не знал, что это первосвященник» и говорил с ним неподобающим. До сих пор мы обсуждали мужество, которое Бог даровал Павлу, чтобы тот мог выступить перед Синедрионом. Но Божья помощь Павлу заключалась не только в этом, но еще и в том, что он также получил им мудрость, необходимую для того, чтобы иметь дело с этими людьми. Вспомним о том, что там заседал 71 высокопоставленный человек. По сути, там было два лагеря, именно это были фарисеи и саддукеи, которых было меньше, но которые исполняли священническое служение. Это две группы, принципиально расходившиеся по некоторым ключевым вопросам. Например, в вопросе о воскресении в последний день. На самом деле, это всегда было для них предметом спора. Фарисеи верили, что воскресение было, а саддукеи говорили, нет, его не было. Но вот пришел Павел, и надо сказать, он был очень мудрым, потому что сказал одну важную фразу. Здесь он действительно поступил очень мудро. В Библии есть просто чудесные слова. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. И стоит отметить, что здесь Павел просто блестяще применил этот принцип. А вот что сказано в деяниях о том, что сделал Павел. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, как ты уже сказал, Кристиан, другая, фарисеев, возгласил в Синедрионе, мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых судят меня. Когда же он сказал это, произошла распри между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Я твердо уверен, что Павел намеренно начал свою речь с этих слов. Поскольку он знал, что в Синедрион входили фарисеи и саддукеи, он обратился к теме, касательно которой их взгляды расходились, и сказал, «Я фарисей и верю в воскресение мертвых». А вот почему меня здесь осуждают. Давайте вспомним сейчас одну историю, которая произошла с Соломоном. Вы наверняка помните, что как-то к нему пришли две женщины, которые не могли поделить ребенка, как бы ужасно это ни звучало. И тогда Соломон сказал, «Давайте возьмем меч и разрубим его пополам, и каждой отдадим половинку». Услышав это, одна из женщин сказала, «Да, давайте так и сделаем, ничего страшного, ни мне, ни тебе». Другая же закричала, «О нет, пожалуйста, не надо, не делайте этого, пусть лучше вот эта женщина заберет этого ребенка себе, хотя это и есть мой ребенок». Это и была его мать. Да, это была его мать. Так Соломон и понял, чей это был ребенок. Я считаю, что Бог посылает нам мудрость, которая поражает людей, которые замышляют зло против него и планируют какую-то несправедливость. И вот что я здесь вижу. Павел наделен огромным умом, но заодно и прост, мудр, как змей и простой, как голубь. Да, так что же, Бог и сегодня посылает эту мудрость. Разумеется, на нашей стороне Святой Дух, который помогает нам, а также посылает нам мудрость. Я хочу привести пример из своей жизни. Когда меня призвали на военную службу, мне не хотелось туда идти, я решил не идти на сборы. В тот момент мной овладела какая-то неуверенность. Я был совсем один, и тогда я обратился к Богу и сказал, «Боже, пожалуйста, помоги мне». И что интересно, так это то, что в Библии есть такие слова. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. И должен сказать, что именно это я тогда и ощутил. Бог помог мне. Он послал мне мысль о том, что если я не пойду на сборы, меня будут считать уклоненцем. Бог помогает нам в совершенно разных ситуациях. Он дает мудрость. Мы прекрасно знаем о том, как Бог помогает христианам, которые подвергаются гонениям, и которым тоже приходится отвечать перед похожими судами. Мы знаем, как Бог им помогает и посылает им нужный момент, нужные слова. Итак, в нашем сегодняшнем отрывке из Библии Бог поддержал Павла, послав ему мужество и мудрость. А еще он послал ему особую уверенность и особое утешение. Павел уже фактически распрощался со своей жизнью. Мы помним, как он попрощался с пресвитерами Ефесской церкви, сказав им, «Мы с вами больше не увидимся». И вот теперь он в Иерусалиме. Его чуть было не линчевали. Его взяли под стражем, заперли в крепости, привели на суд Синедриона, а затем снова вернули его в холодную камеру. В такие моменты у человека в голове, конечно, начинают крутиться всякие мысли. Возможно, он даже проводит из-за этого бессонные ночи. Я думаю, каждому из нас знакомы подобные бессонные ночи. Ведь и сегодня у нас бывают ситуации, в которых с нами происходит нечто подобное. Что вы об этом думаете? Да, конечно. В примере с Павлом мы видим, как ему помогает Бог. В итоге процесс прерывается, и Павел снова оказывается в холодной камере. На дворе ночь, и он там совсем один. И тут мы можем прочесть просто чудесный стих. Это очень сильные слова. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Важно отметить, что здесь его посещает сам Иисус. К Павлу, находившемуся в беде и отчаянии, Бог послал не ангела. К нему пришел сам Иисус. Он был Господом Павла почти с самого начала по пути в Дамаск. Именно там он впервые встретился с ним. В тот раз Иисус тоже посетил его. И здесь его снова посещает Иисус. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал, «Так что же сказал ему его Господь?» «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Мы видим, что Иисус не стал упрекать его, а он не сказал ему, «Как ты посмел называть первосвященника подбеленной стеной? И как ты посмел себя вообще так вести? Это не сделало мне никакой чести». О, нет, он стал хвалить Павла. Он сказал ему, «Дерзай, Павел, ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме». А вот что сказал ему Иисус на самом деле? Я считаю, что Иисус это просто замечательный педагог. Нам очень хорошо с Иисусом. Он укрепляет нас. Он знает, что мы слабы. Он знает, что мы делаем ошибки и грешем. Но он сам приходит к нам так же, как и к Павлу и говорит, «Ты все хорошо сделал. Было так здорово наблюдать за тем, как ты породнился со мною, как ты узнал мое имя. И не вздрогнул при этом. Ты был тверд, как камень. Прекрасная работа, мой дорогой ученик. То, что было с тобой в Иерусалиме, ожидает тебя и в Риме, так что не волнуйся, это еще не конец, совсем нет. Славен наш Господь. Энди, и сейчас у меня к тебе последний на сегодня вопрос. Как мы можем применить это к сегодняшней ситуации? Это дерзай относится к каждому из нас. Мы тоже иногда словно сидим в темницах и не знаем, что же делать дальше. Но Господь может прийти к нам. Он придет лично к нам и скажет, дерзай, выше нос. Это еще не конец. Если Бог за нас, кто против нас? Да, кто против нас? Замечательная слава. Так что нам не о чем беспокоиться. С детьми Божьими всегда Господь. У нас есть будущее. Я считаю, что нам сейчас нужно помолиться за наших зрителей. Согласны? Я уверен, что кто-нибудь, послушав нашу беседу, обязательно скажет. Это касается и меня. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за ободрение, которое Ты посылаешь нам Своим Словом. Ты помог Павлу держать речь перед Синедрионом, а когда он был один в камере, Ты посетил его. И сейчас мы молимся за всех Твоих детей, которые смотрят нас сейчас, которые уповают на Тебя и верят одному лишь Тебе. Господи, посети их прямо сейчас, поговори с ними в их беде, укрепи их, всели в них смелость, верить и уверенность. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогие телезрители, мы надеемся и молимся о том, чтобы это Слово Божие укрепляло и ободряло и вас в вашей ситуации. И так оно и будет. Бог проведет вас через все невзгоды и поможет вам. И во всем, что вас ожидает в будущем, мы желаем вам от всего сердца великих Божьих благословений. Спасибо вам за то, что посмотрели сегодня нашу программу. Слово Божьих Слово Божьих Слово Божьих Слово Божьих Субтитры создавал DimaTorzok Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы.